В Фурмунском районе обсудили строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. 2 февраля депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Михаил Кизеев посетил с рабочим визитом Фурмунский муниципальный район. В рамках визита Михаил Владимирович встретился с временно исполняющим полномочия Фурмунского района Павлом Колесниковым. Темами обсуждения стали вопросы социально-экономического развития Фурмунского района, реализации социально значимых проектов и программ развития малого бизнеса на территории района. Особое внимание было уделено строительству фельдшерско-акушерских пунктов на территории муниципалитета. В ходе визита Михаил Кизеев посетил отремонтированное здание стоматологии на улице Возрождения, где ознакомился с условиями лечения больных, осмотрел кабинеты стоматологии, пообщался лично с медицинским персоналом. Ну, во-первых, мы сегодня посмотрели и вот стоматологическую новую поликлинику, которая сделана действительно очень хорошо, с новым оборудованием. А до этого мы сегодня еще смотрели ремонт детской поликлиники. Конечно же, все замечательно и хорошо, новые стены, новое оборудование, но есть очень серьезная проблема с персоналом и именно с врачебными кадрами. Поэтому сегодня этот вопрос стоит не только перед и больницей нашей, но и перед муниципалитетами, и перед областью. Потому что сегодня заинтересовать молодых специалистов прийти и работать на места – это довольно непростая задача. Поэтому сегодня мы перед собой поставили определенные задачи, и муниципалитет будет думать, каким образом в плане изменения социальных подходов может быть предоставление квартир. Потому что со стороны области уже сделаны очень серьезные шаги в плане материальной поддержки. Это и первоначальные выплаты по ипотеке, это и первоначальные какие-то подъемные средства. Но нужно это все в систему. Раз – включить. А во-вторых, очень правильный диалог с молодыми специалистами, чтобы они были заинтересованы прийти именно на конкретную территорию работы. Кроме того, у нас должны выстраиваться очень правильные механизмы взаимодействия и средними образовательными учреждениями, которые у нас в Ивановской области очень высокого уровня, но и с высшим профессиональным образованием с нашей Ивановской государственной медицинской академией. Таким образом, мы сегодня договорились о том, что определенные планы есть, но нам нужно обязательно собраться и попробовать выстроить вот такие правильные коммуникации для того, чтобы, опять же, здесь фурмные у нас появились специалисты. Также в рамках визита в Фурнский район Михаил Владимирович встретился с жителями села Маринское по вопросу установки модульного фельдшерско-акушерского пункта. Обсудили с общественностью возможные места расположения ФАПа на территории села. Наиболее активная часть населения высказалась за строительство ФАПа на месте старого. Сегодня медики работают на пределе, им требуется поддержка каждого из нас. Попросил поддержать строительство ФАПа и медицинских работников Михаил Кизеев. Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта должно повысить качество предоставляемой медицинской помощи. Жители поддержали инициативу строительства модульного ФАПа в селе Маринское. В этом году у нас планируется строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. На самом деле это очень серьезный национальный проект по модернизации первичного звена. Опыт у нас уже с 2021 года, когда в рамках данного национального проекта было построено 50 фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас как раз проходит лицензирование. Я думаю, что в 2022 году уже они начнут работать. Но мы уже начинаем работу именно по поводу тех ФАПов, которые будут строиться у нас в 2022 году. И очень важно определиться с местом. Потому что здесь включается у нас и местная власть. Потому что надо подготовить земельные участки. Нужно определиться с коммуникациями. И вот эти подготовительные моменты занимают иногда очень много времени. Но самое главное то, что та динамика изменений, которая есть у нас в плане новых вот таких ФАПов, это действительно да. Кроме того, Ивановская область отказалась от подходов капитального ремонта. Мы приняли для себя решение, что нужны новые вот такие, пусть и модульные ФАПы. Почему? Потому что, во-первых, это быстровозводимые сооружения. Во-вторых, они теплые. И сразу же видно, что это новое медицинское учреждение. Кроме того, здесь в населенном пункте уже есть фельдшер, который вот приступил к работе. И жители очень хвалят молодого сотрудника. И я думаю, что вот это новое, что меняется, да, обязательно будет в позитивном образом воспринято всеми жителями. Также в ходе своей поездки депутат Госдома обсудил актуальные вопросы системы здравоохранения муниципалитета с исполняющим обязанности главного врача Фурмской ЦРБ Юрием Павловым и представителями администрации района, временно исполняющим полномочия главы Фурмского района Павлом Колесниковым и заместителем главы администрации по социальной политике Сергеем Окуневым. Также в рамках поездки в Фурмский район Михаил Кизеев посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Погост, который сейчас проходит процедуру лицензирования. Всего в Ивановской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году было построено 50 ФАПов, в 2022 появится еще 48 новых медучреждений.